Вот у меня тазик, вот кастрюля, вот лежит пятилитровая канистра, вот так моемся почти год. Когда-то у дома, где живет Татьяна Петрова, была постоянная управляющая компания, еще до времен блага и Уралстроймонтажа. Женщина рассказывает, в то время и бойлер чистили регулярно, и вовремя подавали отопление, и следили за придомовой территорией. Сначала у нас была управляющая компания, потом у нас не стало, как мыльный пузырь управляющей компании, и все. И вот администрации нас плюют просто, пинают ногами и говорят, вот я сегодня звонила, пинают ногами и говорят, что вы нам никому не нужны, и все, сами решайте. Дом на Мира оказался ненужным и коммунальщиком. За последние несколько лет сменились три управляющей компании. Но вот уже как три месяца жильцам и вовсе не приходят квитки за обслуживание. Нет кого. Уборку не делают, дорогу не чистят, ничего нет. Да, один бардак. И они до того вот эти жико-однодневки, ну как, доходили, что у нас все уже, и бойлер не работает, они никогда не чистили, деньги собирали, вот я платила-платила. Вдобавок в одной из квартир прорвало трубу, а собственника найти не могут. Топит квартиру на втором этаже и магазин на первом. Раньше не было только горячее, а сейчас пришлось отключить и холодную воду. Да, со стояка бежит где-то вода. Топит магазин. Собственник магазина готов оплатить эти работы. Но мы не можем попасть в квартиру, потому что не знаем, где бежит. Вот на второй этаж мы попали, бежит уже выше этажом. Надо вот третий, четвертый этаж смотреть и все, и устранить ничего там. Чтобы попасть в квартиру, адвокат Сергей Кондратьев советует обратиться в управляющую компанию и вместе с полицией вскрыть замок. Лучше зафиксировать весь процесс на камеру телефона, а вот с поиском управляющей для самого дома сложнее. Конкурс продолжается до сих пор. Пока компанию не нашли, за домом должны следить чиновники, говорит Сергей Кондратьев. Следить за домом должен его собственник. А собственником, собственники большинства, подавляющего большинства домов является кто? Администрация города. То есть эта обязанность ложится на нее. Но если все управляющие компании отказывают, значит есть проблемы в этом доме. Так что давайте будем вовремя платить, давайте сделаем наш дом образцовый, тогда таких проблем не будет. По словам властей, недавно завершился четвертый открытый конкурс. На управление домом 81 по МИРа заявок не поступило. Ну, законодатель нас обязывает в этом случае в очередной раз увеличить стоимость за содержание ремонта жилья не менее чем на 10% и в течение трех месяцев объявить новый конкурс. Ну, понятное дело, никакие три месяца мы ждать не будем. У жителей домов, которые остались без управляющих компаний, есть два выхода. Либо создавать ТСЖ, или ждать, пока определится по конкурсу управляющая компания. А пока сохранность дома в руках самих жильцов. Елена Силакова, Дмитрий Воронушки, Новости, Верхникаме.